Покажите-ка у нас все, что получилось. Разные варианты у нас получились. Она работала и на хлебзаводе, и на ферме выращивала бычков. Но настоящая жизнь началась лишь с выходом на пенсию. С тех пор у жительницы Казани Хрии Халитовой не минуты покоя. Она волонтер. С Днем Победы поздравит, про Конституцию расскажет, продукты принесет. А еще для таких же, как она, проведет мастер-класс. Абсолютно несложный мастер-класс. Легко, быстро справились. До пандемии с мастер-классами по рукоделию Хрии Халитова очень часто бывала в детских домах и больницах. В период изоляции работала в мечети Ярдам, готовила еду для нуждающихся. А в новогодние праздники вместе с супругом и дочерью поздравляли ветеранов и пожилых. Поздравляют ветеранов с наступающим Новым Годом! Радовались, как дети. Говорили, мы не забудем этот год. У нас никогда Деда Мороза дома не было. Вот это чувство стоит того, чтобы вот так делать людям добро. От этого нам хорошо. Те, кто знают Хрию Халитову, не могут поверить, что ей 60. На это серебряный волонтер лишь пожимает плечами. Секретов нет. Вся зарядка – насыщенная непоседливая жизнь. Диета простая. Днем есть некогда. Столь плотный график во благо других людей Хрию Халитову только радует. Она признается, ее призвание во многом определило имя, которое ей подарили родители. Хайлия – это благотворительность у РСА переводится. Отель, как лодку назовешь, так она поплывет. Скажите, пожалуйста, вы действительно проводите большую работу по помощи людям. А вам кто-то помогает? Нам помогают, конечно. Большое спасибо, все говорят. Но я не нуждаюсь в помощи. Я рада сама помочь. С 8 марта Хрию Халитову лично уже поздравил и президент России, и президента Татарстана. А она сама сегодня все так же на ногах. С самого утра разводят праздничные букеты. Радик Фархулин, Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ Казань.